Я сегодня хочу представить доклад, который я не хочу этим докладом донести какие-то новые знания, навыки или умения. Я скорее хочу обозначить тему, проблематику, ну и немножко заставить задуматься вас о том, куда мы развиваемся и какой вообще мы видим медицину в будущем. Ну, как я уже говорил, мы сформировали секцию, начали формировать секцию дистанционной терапии МГНОТ. И, конечно, эта секция, во-первых, призвана подружить врачей и айтишников. Много людей говорят об этой проблеме, но все так и не удается ее толком решить, потому что есть очень мощная, очень сильная команда разработчиков. И в этих командах даже есть и довольно профессиональные врачи, которые создают айти-решения для медицины. Но так или иначе это всегда сталкивается с проблемами внедрения и проблемами практического использования. И каким бы умным и классным решением ни было, оно очень часто разбивается в какие-то административные сложности или просто неприятие системы как таковой из-за каких-то других, как сейчас модно выражаться, черных лебедей. Конечно, в фокусе секции мы видим изучение, внедрение различных технологий, анализ их эффективности, обсуждение доонтологических проблем дистанционной терапии. Ну и вопросы обязательно и клинической, и юридической безопасности. Это разные совершенно вопросы, разные совершенно задачи, но тем не менее их нужно обязательно обсуждать. Ну и как одно из таких фокусных направлений, это формирование новой субсидиарной модели здравоохранения, о чем я скажу чуть позже. Ну, все это происходит, естественно, в неком контексте, происходящего вокруг нас. И этот контекст я бы хотел аккуратно сформировать в рамках нашей сегодняшней встречи. Сейчас все чаще мы слышим вокруг экосистемы, экосистемы, экосистемы. И вот как-то уже это настолько слово приелось, а все ли мы понимаем, что такое экосистема. И вот я здесь привел простое определение из Википедии, что бизнес-экосистема – это набор собственных или партнерских сервисов, объединенных вокруг одной компании. Ну, первая компания, которая приходит на ум при слове экосистемы. Первая – это Сбер. Когда-то он был банком, но сейчас от банка там остался только один из проектов. Вам все что угодно. Хотите, смотрите кино. Сервис ОКО Сбербанка. Нужна помощь врача – вот вам сервис Сберздоровья. Лекарства нужны, геоптека Сбера. Продукты домой заказать – пожалуйста, там же. Автомобиль нужен – вот вам каршеринг. Сотовая связь – вот вам Сбермобайл. И так далее. И чем дальше вы загружаетесь, тем больше вы понимаете, что одна компания, одна корпорация окучивает вас сервисами со всех сторон. И в какой-то степени вам создаются выгодные условия погружения в эту экосистему, потому что, начиная пользоваться одним продуктом, вы получаете и другое, и третье, и четвертое, и все между собой со скидками. И постепенно экосистема эта начинает вас туда засасывать. Но в последнее время появился в обиходе новый термин – метавселенная. И тут хотелось бы за этот термин тоже немножко зацепиться и его обсудить. Вот в ноябре 2021 года Владимир Владимирович озвучил такую фразу на конференции по искусственному интеллекту, как раз того самого Сбера, что людям необходимо использовать возможности метавселенных, чтобы общаться, учиться, несмотря на расстояние. Ну, вроде бы простая фраза, все неплохо, но звучит она сразу после того, как некое виртуальное государство Facebook объявило о переименовании себя в мета. Вы знаете, что теперь Facebook, WhatsApp и прочие сервисы Facebook, они теперь идут Powered by Meta, которые, собственно говоря, рассказали о планах формирования своей собственной виртуальной вселенной. Так что же такое метавселенная? Метавселенная, на самом деле, несмотря на громкое название, это такое как бы виртуальное пространство, в котором вы можете находиться. Сейчас вы и так находитесь в неком определенном виртуальном пространстве экосистем, которые вас окружают. Вы уже взаимодействуете через мессенджеры друг с другом, вы созваниваетесь через мессенджеры, вы пользуетесь банковскими услугами, покупке товара, все, что ходит, все постепенно ушло туда в смартфон. Пока у вас это некая плоская картинка, которая лежит у вас в телефоне в кармане, ну, либо на экране компьютера. Вместе с этим постепенно развиваются технологии виртуальной реальности. Кажется, все громко и звучно, на самом деле полно этих сейчас очков, вплоть до того, что Google продает картонную такую формочку, в которую можно вложить телефон, надеть это все себе на глаза, и у вас там в том же YouTube вы можете смотреть в режиме виртуальной реальности видеоролики. То есть это все на самом деле не так далеко. Но вот пример такого нового виртуального пространства от компании Microsoft. Подобные метавселенные принципиально ничего не меняют в нашем с вами общении. И так оно строится на определенных цифровых инструментах, которыми мы пользуемся. Здесь предлагается эти инструменты облачить в такую 3D-картинку, в компьютерную игру, в которой вы можете взаимодействовать. И тут появляется очень большое поле широкое для развития всех этих технологий. В частности, первое, что предлагается использовать, это аватары. Ну, смотрели фильм «Аватар», наверное, как-то на слуху. Но «Аватар» представляет из себя некий визуальный образ человека, которым он управляет в виртуальном пространстве. То есть вам уже не нужно краситься, вам уже не нужно делать прическу, вы можете создать свой собственный аватарчик, и в виртуальном пространстве выглядит всегда красиво и опрятно. Не нужно делать ремонт дома, да, пусть там уже обои отваливаются, можно в виртуальном пространстве обустроить свое жилище шикарное и приглашать туда виртуальных гостей. Кстати говоря, если вы обратите внимание, то многие современные телефоны стали получать встроенные, кроме камер, еще такие инструменты, как «Лидар». Это лазерный радарх, который позволяет вам снимать объемные пространства, объемные вещи, строить объемные модели каких-то предметов. Это все только начало свое фактическое развитие, это не так давно появилось, но учитывая те скорости развития технологий, которые мы сейчас видим, все это, безусловно, предназначено для того, чтобы оцифровывать наш с вами реальный мир и постепенно переносить его в такие виртуальные метавселенные. Ну, надо сказать, что тут много интересного происходит в этом направлении, и кажется, что это все где-то там, может быть, там за рубежом, Facebook развивает. Ну, например, вот наш Эрмитаж оказался тут, можно сказать, впереди планеты всей, и он распродал несколько электронных, это даже не образов картин, а прав на картины. Сейчас есть такая новая тема, когда делается электронная копия объекта реального мира, и права на этот электронный объект регистрируются определенным токеном, не сменяемым. И вот Эрмитаж продал несколько картин, в частности, одну из картин Леонардо да Винчи, ценой, по-моему, в 10 миллионов рублей, за просто электронный код, который позволяет идентифицировать, что вот эта электронная копия картины принадлежит какому-то конкретному человеку. В частности, это предназначено для того, чтобы такую картину можно было повесить в своем виртуальном доме и подписать, что это действительно подлинник, купленный в Эрмитаж. Ну, это такое интересное направление, наблюдаем. Есть интересный опыт использования таких виртуальных пространств некоторыми компаниями. В частности, одна из компаний использовала компьютерную игру, которая построена на сюжете там, как Дикого Запада, где рабочее совещание они собирали у костра внутри этого виртуального игрового пространства и проводили там рабочее совещание. Интересные заходы. Но, возвращаясь немножко к более объективным вопросам. Значит, все то, что сейчас происходит, это кроме красивых картинок, еще и смена технологического уклада. Мы с вами обсуждаем, что у нас происходит очень быстро, очень массивная цифровизация общества, и меняются многие современные, привычные нам подходы, заменяются какими-то цифровыми аналогами. И здесь, конечно, человеческие способности, они становятся рыночным активом. В таком виртуальном пространстве у вас уже ничто материальное неценно становится, а появляется ценность именно в том, что человек может там сделать. Именно люди становятся активом таких вот виртуальных вселенных. Вопрос доступности информации. Мы много обсуждаем, что у нас интернет, что мы можем любую статью найти, все найти. Теперь с доступом к информации у нас появилась большая проблема с фейк-ньюсами, как отличить достоверную информацию от недостоверной. И в итоге мы пришли к тому, что у нас формируются огромные открытые глобальные системы обмена знаниями, и уже даже модель образования, она немножко не успевает за всеми этими технологиями. Мы приходим в ВУЗ или в школу, и преподаватель там рассказывает, ну, скорее для ВУЗов больше актуально, и преподаватель рассказывает о каких-то там технологиях, которые к моменту этого рассказа уже устарели. И преподаватель физически не может знать, отслеживать всего. То есть появляется потребность немножко изменения самих подходов к образованию, и образование сегодня ставит своей целью больше научить человека находить и искать информацию, отличать достоверную от недостоверной, оценивать качество этой информации, нежели просто что-то знать. С другой стороны, это приводит, конечно, к большому количеству поверхностных знаний. Мы все с вами начинаем разбираться во всем по чуть-чуть. Вы при необходимости положите, я не знаю, плитку или подключить розетку, не имея этих навыков, можете открыть YouTube, прочитать, посмотреть, и вы будете это знать. Вы не станете профессиональным плитковым кладчиком. Но, тем не менее, какой-то общий объем знаний уже будете иметь. Все наши активности с вами переходят в цифровое пространство. Ну, странно мне было бы как-то об этом рассказывать, учитывая то, что мы с вами сидим на разных концах планеты и общаемся через электронную систему. В общем, это все, что нужно знать про оцифровку наших активностей. И, конечно, нужно понимать, что смена такого уклада неизбежно сопровождается различными катаклизмами. В частности, и диффузные войны, и те же войны. Мы с вами видим все происходящее в мире. Оно происходит, что называется, прямо сейчас. И даже есть такой интересный термин, как молекулярное насилие, когда с помощью диффузных войн атак на создание хаоса внутри атакуемого объекта, то есть внутри государства или какой-то конкретной структуры. И вот молекулярное насилие – это когда вы создаете конфликт на уровне самого низшего уровня сообщества, когда вы вносите конфликт между физическими лицами, конфликты внутри семьи. И это постепенно начинает разрушать это общество. Ну, если вы посмотрите на эту ситуацию через призму происходящих событий, то какой-то прослеживается здесь связь с той же там вакцинацией, сторонников вакцинации, противников вакцинации. Вот вам как раз пример, который позволяет поссорить людей и заставить их обсуждать какую-то острую тему. Все это, безусловно, приводит к сегрегации общества. Но сегрегация общества не на ваксеров и антиваксеров, а сегрегация общества на три пояса. На следующем слайде я вам расскажу подробнее об этом. И на выходе формируется такой интересный подход Unprivacy Society, то есть общество информационной открытости как инструмент обеспечения безопасности и контроля. Так вот, про три пояса. Вся вот эта цифровизация приводит к тому, что люди фактически переходят на вот эти новые уклады и каждый завоевывает какое-то свое место в новом формирующемся мире. Не обязательно виртуальном. Виртуальный это просто один из интерфейсов взаимодействия. И вот тут появляется разделение на несколько поясов. Зеленый пояс – это пояс интеллектуального сословия, интеллектуальной касты, это управляющие финансами люди и основные мозги, силиконовая долина и так далее. Желтый пояс – это те, кто обеспечивают среду для зеленого пояса. Это промышленность, это продукты, услуги и так далее. И вот дальше интересным становится красный пояс. К красному поясу относится та категория людей, которые отказываются от этих технологий. Причем их делят на тоже как бы две группы внутри себя. На тех, кто сопротивляется и тех, кто понимает общую необходимость, стремление в вот этот желтый пояс и развитие этих технологий. И просто пока еще до этого не дошли. Для них как бонус, как поощрение, они могут, показав свою заинтересованность, перейти в желтый пояс. А группа, выпадающая из мейнстрима, в некоторых литературных источниках интересным словом описывается, в скобочках – террористы. То есть это категория тех людей, которые просто выпадают из современного мира. При этом для этого не нужно совершенно применять никаких инструментов насилия, каких-то там, я не знаю, убийств или еще чего-то. Достаточно просто людям выпустить цифровое обоим. И здесь вот мы с вами видим классический пример. У вас умение использовать компьютерные технологии сегодня становится основным навыком, который вам нужен вообще для жизнеобеспечения. Потому что, ну извините, конечно, за сравнение, но банально из дома некоторые люди не могут выйти, не имея QR-кода. А QR-код получить? Нет, ну конечно, у нас там оставлены какие-то резервные варианты, что можно пойти в какой-нибудь МФЦ и попытаться там что-то сделать. На входе в МФЦ этот талончик надо взять в сенсорном экране. Поэтому на самом деле многие из этих навыков, они как бы уже стали базовыми, хотя раньше умение использования этих технологий было далеко не у всех. Ну и вторая интересная тема, это тема общества информационной открытости. Здесь бы я хотел привести, опять-таки, примеры из уже дня сегодняшнего, что называется. То есть не где-то там о том, что нас ждет впереди, а то, как это живет все сейчас. Например, вы решили купить автомобиль поддержанный. Прежде чем совершить покупку, вы открываете в объявлении ВИН номер автомобиля, вводите его в определенных поисковых системах и получаете полную информацию об этом автомобиле. Когда куплен, сколько было владельцев, какая марка резины, на каком пробеге была, где проходил техосмотр, какие были аварии, какие повреждения были в этих авариях. Вся информация об автомобиле сегодня доступна. В некоторых источниках можно найти даже штрафы и места парковки автомобиля. Сегодня это инструмент информационной открытости, который позволяет вам быть уверенным в покупаемом транспортном средстве и исключить возможности какого-то мошенничества, подлога и так далее. То же касается сделок между юрлицами. Те, кто сталкивался, наверняка знают, что даже налоговая сегодня требует от вас проверки своих контрагентов. Прежде чем заключить сделку, вы вводите в определенных программах данные своего партнера и оцениваете всю деятельность этой компании. Какие балансы на счетах, все справки, вовремя ли сдается отчетность, кто владельцы, где расположены, когда, как перерегистрировалась, участвует ли в каких-то тендерах, не тендерах. Там такой объем информации можно собрать, что после этого, даже если у компании остается какой-то секрет, то он цены-то никакой уже не имеет. То есть при такой информационной открытости все про компанию уже известно. И вы можете понимать, можно с ней работать или нельзя. То же самое касается судебной системы. Вы сегодня можете зайти на кадр Arbiter.ru и посмотреть все необходимые вам решения, протоколы, заявления. Все в открытом виде, все доступно. И вот постепенно такая информационная открытость переходит на людей, на физических лиц. Тема QR-кодов, которая сегодня активно обсуждается. Что позволяет сделать QR-код? Имея QR-код, один человек может у другого человека, просто наведя камеру смартфона на этот код, определить его статус вакцинации. Вакцинирован, не вакцинирован. А представьте себе, что завтра к этой вакцинации туда добавляются дополнительные данные. Полностью отображается фамилия, имя отчество, дата рождения. Туда же можно добавить прописку, а потом можно еще узнать доходы, а потом можно узнать его собственность и все остальное. И не прятать это все, а наоборот вывести на всеобщее обозрение. Или можно регулировать, что из этого человек хочет показывать, что не хочет показывать. Но такой инструмент информационной открытости становится инструментом как раз обеспечения безопасности и новых таких вот инструментов взаимодействия. Вместе с тем предполагается, что человек вправе быть скрытым, вправе не пользоваться всеми этими технологиями, но тогда ему отводится интересная участь. Он должен иметь некую, такой термин мне понравился, цифровую паранжу. То есть человек должен четко идентифицироваться другими людьми, и что он отказался от такой цифровой прозрачности, и что он является анонимизированным человеком. Страшно представить себе, как это все будет развиваться, и не совсем понятно, как это все будет использоваться, но тем не менее такие подходы уже есть, и уж тем более, если мы говорим о виртуальном пространстве, так там тема авторизации, извините, это первый обязательный этап. Но вернемся к теме медицины. Что происходит с медициной? Вообще интересно, что все эти технологии, метавселенная, все так классно, виртуальные миры. Открываем видео представления Microsoft об этих виртуальных мирах, ну и там показывают, как архитекторы рисуют какой-то макет города, тут дома поднимаются виртуально, очень классные картинки, автомобили какие-нибудь крутят с разных сторон. И потом появляется тема медицины. Ну должна же тема медицины обязательно быть в таких виртуальных мирах. И там появляется, извините, такая плоская голографическая картинка доктора, которая, значит, по видеосвязи показывает больному, как нужно вот, значит, пальчики свести друг с другом. И это, собственно говоря, показывает полное отсутствие понимания вообще, а куда медицину-то девать, какая роль ее в этом новом мире будущего. Потому что даже в 3D-пространстве ничего кроме плоской картинки видеосвязи сделать не получается. Так давайте посмотрим, что происходит сейчас в медицине. В медицине происходит тектонический сдвиг. Пациентская плита начала надвигаться на врачей и постепенно ее давит. Больной у нас стал полноправным участником своего лечения. Сегодня уже без его согласия что-либо внятного делать врач практически не может. Раньше как-то все было. Лег в больницу, подписал согласие, все, ты находишься в руках врача, он принимает решение, что с тобой делать. Да, в отношении определенных технологий, операций, брались дополнительные согласия, понятно. Но все-таки врач решал, что и как будет. Это патерналистическая модель здравоохранения. Тоже использовался в аббулаторном звене. Вы приходите к врачу, он дает вам назначение, вы должны это назначение исполнить. Другое дело, что у пациента нет обязанности выполнять это его назначение. И вот здесь возникает, собственно говоря, конфликтная ситуация. Сегодня больной не верит врачу. И мы обсуждали эту тему под разными вопросами. Это и вопрос того, как врачи друг с другом взаимодействуют, и может ли один врач говорить негативно про решение другого. Это все понятно. Но на самом деле больной, уходя от врача, получив заключение, он дальше залезает во второе мнение, в третье мнение, он залезает в Википедию, начинает лазить по соцсетям, форумам. Он это везде обсуждает, везде мусолит. И формирует свое собственное мнение, свое собственное решение. И получается, что врачу уже недостаточно просто высказать свой взгляд на проблему, дать назначение и отпустить больного. Получается, что врачу в этой ситуации нужно убедить больного, доказать свою правоту. Как в этих условиях врачу нести ответственность за больного или за те назначения, которые он дал, если он даже не может понять, а что в итоге больной применял? Потому что он дал назначение, больной ушел, обсудил это на форумах, обсудил это с другими докторами, начал применять совершенно другие препараты. А потом приходит к врачу, говорит, доктор, вы мне какую-то билиберду назначили, она мне совсем не помогла, и слава богу, я вообще к другим врачам обратился, они меня спасли. А вы вот плохой доктор. Бывала же такая ситуация, наверняка. И получается, что врач во всей этой ситуации, он лишается некой такой защитной оболочки. Все-таки раньше врач был подобный богу, к нему приходили, он давал какие-то рекомендации, решения, и таким образом больной лечился. А сейчас уже нет, сейчас это все разрушено. И врач, лишаясь такой защитной оболочки, становится информационно прозрачным. И появляется вероятность обнаружения, что король-то голый. Здесь появляется потребность в иной модели здравоохранения. Мы предложили ей название субсидиарная модель, так как идет субсидиарное распределение ответственности врача и больного в таком взаимодействии. На самом деле, это, казалось бы, принципиально ничего не меняя, меняет все в корне. Потому что больной, идя к врачу и понимая, что врач в данном случае не будет делать ему какое-то назначение и за него отвечать. У всех больных есть какое-то такое мифическое представление, что врач за них как-то отвечает. Даже не подозревая, что максимум отвечает медицинская организация. Ну да ладно. Больной, осознавая свою собственную ответственность, будет заинтересован собрать как можно больше информации и получить от консультации врача как можно больше. И мне кажется, что при таком подходе он будет с большим уважением и большим вниманием относиться к этому врачу, потому что представлена ему возможность с этим врачом пообщаться, независимо от того, это очный прием или дистанционная консультация, это возможность для больного получить авторитетное мнение, какой-то анализ ситуации и получить некий объем концентрированных знаний. И при таком раскладе и у врача будет понимание, что он не дал таблетку и больной ушел ее пить, а у него остается понимание, что его роль только рассказать, как это лечится, подсказать, как что нужно выполнять, не более того. Ну, извечная тема доступности медицинской помощи. Готовя этот доклад, как раз планировали обсуждать доступность медицинской помощи, поднимать тему нашего проекта по отдаленным деревням, но включаем их в Москвы, и в утренней передаче идет обсуждение коронавируса, новая, значит, там, омикрон, все ужас, 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 ждем шестизначных цифр, числа заболевших, срочно нужно что-то делать. И, значит, звонит больной в эфир, не больной, а слушатель в эфир, и рассказывает, как он пять часов пытался дозвониться на горячую линию, для того, чтобы вызвать врача на дом. Пять часов. Вызов за вызовом. Он звонил, ждали, ждали, сбрасывали, ждали, ждали, сбрасывали. Он не мог дозвониться. Но дозвонился. Четверо суток ждали врача для того, чтобы сдать ПЦР. Без ПЦРа же, без бумажки же потом нельзя, потому QR-код не дадут, все, ходить будет нельзя. Но на этом дело не закончилось. Окей, больной подтвердили ПЦР, все, он проболел, дальше нужно выходить. Для выхода нужен был отрицательный ПЦР. Его ждали семь дней после того, как уже стало легче. Итого, в целом, больной говорит, что он потратил около месяца. Из которых активная фаза болезни, ну, где-то полторы недели была. И в контексте этого обсуждения в Москве говорить про то, что на стране вообще-то есть еще 80 тысяч деревень, которые вообще никогда не видели ни фельдшер, ни врача, ну, как-то даже, не знаю. Ну, говорить надо, нет, там тоже люди живут. В этом направлении до ковида много что делалось. В частности, активно развивались выездные формы оказания медицинской помощи, мобильные ФАПы, а в деревнях покруче строили модульные ФАПы. Ну, кажется, классная история. Вот, но профанация полная. Вот здесь слева фотография, это я лично делал фотографию в одной из отдаленных деревень Карелии. И там на фоне такие врастающие в землю здания. И вдруг такой хороший, модный, современный ФАП, обнесенный дорогим заборчиком. И тоже травой зарастает вокруг. И входы туда все заросли. И никого там нет. Дальше идем разговаривать с местными. Говорим, слушайте, ну вот у вас ФАП, все, вы там были. Ой, да, классно, у нас ФАП построили. Говорю, а как часто врач бывает? Ну, в принципе, раз в месяц должен приезжать. Не каждый месяц бывает. Да и вообще там говорят, он уволился. И нет никого. ФАП стоит. А врачей в нем нет. И по некоторым данным, у нас в стране количество фельдшерских акушерских пунктов в два раза больше, чем количество фельдшеров на них. А фельдшеров должно быть в три раза больше, чтобы покрывать все смены, как вы понимаете. Ну и, конечно, тема мобильных. ФАПов, ну, слушайте, это тема вечная. Покупают шикарные автобусы. Стоят они по много миллионов рублей. Все оборудовано, все классно. Он выезжает, делают закупку, они поставляются, выезжают в деревню один раз. Может быть, два. Ну, сделают проезд по району, объедут большинство деревень. Потом у него что-нибудь сломается. Ну, у нас же дороги плохие, да, все-таки техника, какой бы ни была суровой, но все-таки ломается. И вот когда он ломается, дальше начинается, что запчасти надо закупить, а этого нет, а туда не хватает, а тут это. И так они постепенно тоже врастают в землю. Превращаются в стационарное такое помещение, представленное рядом с медицинской организацией. Конечно, есть регионы, где эта тема более развита, где за ней как-то послеживают, но все равно, давайте будем откровенны. Такой мобильный ФАП приезжает в каждый поселок, да, вот если взять просто один какой-нибудь отдаленный поселок, он видит такой ФАП в лучшем случае раз в месяц. А у больного эта помощь нужна сейчас, он не будет месяц зачитать, пока к нему ФАП приедет. Поэтому это как бы такая профанация, которая вроде бы изображает формальную доступность медицинской помощи, потому что на геоинформационной карте Минздрава нарисовано, что туда вроде как выездные формы приезжают. Но на практике мы понимаем, что никакой помощи в деревне нет. Наш взгляд на эту проблему выглядит иначе. Мы считаем, что в таких деревнях нужно размещать телемедицинские терминалы, с которыми будет работать не врач, а уполномоченный домового хозяйства. Это просто местный житель ответственный, которому доверяется такая система. И он может на уровне самой взаимопомощи помогать своим односельчанам. Выглядит это следующим образом. У больного больной проходит через автоматизированный опрос, где собираются основные анамнезы жалобы, собираются какие-то биологические параметры. И вся эта информация с предварительным анализом передается врачу. В экстренных случаях можно отобразить больному информацию о необходимости принятия решения о госпитализации самостоятельной. А можно передать это в ЦРБ, где уже врачи, отсматривая такие результаты, присылают в ответ некий набор рекомендаций. Ну и формируя ту же выездную бригаду, они уже понимают, куда, к кому и с чем ехать. Такая система у нас работает сейчас в Карелии, мы еще пробовали и в других регионах, не везде все гладко. И, конечно, основной барьер внедрения такой технологии это отсутствие востребованности в какой-либо медицинской помощи для жителей этих отдаленных деревень. Ну, если говорить честно, они никому не нужны, оказались. Вся медицина у нас, ЦРБ, работают по подушевому финансированию. То есть им выделяется определенная сумма денег в год на количество прикрепленного населения. И то, что мы в деревнях начинаем находить каких-то больных, которые требуют помощи, для них это только дополнительные затраты, потому что денег за них они уже получили. Появляется потребность, эти деньги теперь как-то расходуют. Что интересного мы сделали в этом проекте? Мы отказались от аудио- и видеосвязи. Сейчас все современные проекты, метавселенные, всякие все, создание визуальных образов, видеосвязь, высокотехнологично, здорово, быстро. А мы пошли по другому пути. Мы перешли в отложенный формат взаимодействия, когда в один момент больной пересылает всю информацию о себе и в другой момент времени врач эту информацию оценивает и формирует какое-то свое заключение. Именно текстовый формат взаимодействия позволил нам отрабатывать совершенно новые механизмы взаимодействия с больными. В частности, начало взаимодействия у нас всегда строится от симптом-чекера. Больной проходит симптом-чекер как обязательный этап консультирования. И это не просто так. Врач всегда не задаст всех вопросов. Врач найдет проблему и, не тратя лишнего времени, сфокусируется на этой проблеме и будет уже ею заниматься. Редко, когда врачи действительно собирают полноценный анамнез, спрашивая обо всем деталях. А роботу в этом плане проще. Он тупой, ему что сказали собирать, он то и собирает. Естественно, чтобы не заваливать больного огромным количеством вопросов, мы создаем древовидную систему, в которой есть набор первичных вопросов. И уже отталкиваясь от них, система расспрашивает больного дальше. Так, например, классический пример, который я всегда привожу, что если больной отмечает боли в области сердца или боли за грудиной, как вам больше нравится, то это повод для нас расспрашивать дальше. Локализацию болей, да, потому что начинается с области сердца, а дальше выясняется, что болит не за грудиной, а болит там под ребром где-нибудь. Да, уже смещаем диагностический поиск. Вот, характер болей, связь с физической нагрузкой, купирование нитроглицерином и так далее. Все эти вопросы задаются только если там какие-то боли есть. Если их нет, зачем вы об этом спрашиваете. Дальше система формирует, предварительно анализируя эти данные, диагностические гипотезы с помощью технологии и искусственного интеллекта оценивает вероятность тех или иных диагнозов. И на выходе это становится таким уже готовым протоколом для врача. Дальше начинается консультация. Консультация, врач уже проанализировав всю симптоматику, посмотрев, собственно говоря, предмет обращения самого больного, формирует ответ. И у нас здесь тоже возникло много разногласий и того, как и что описывать, где что писать. Мы пришли к тому, что использование структурированных стандартных шаблонов позволяет существенно повысить качество консультации. Такие шаблоны вырабатываются, они постоянно актуализируются, в них добавляются нужные сведения. Но используя шаблон, врач не забудет что-либо дописать или не забудет что-либо скорректировать. При этом, конечно, шаблоны не для всех ситуаций. Хороши. Иногда бывают какие-то уникальные случаи. Но, честно говоря, большинство случаев, достаточно стандартные, позволяют как-то их отшаблонизировать. Ну, собственно говоря, дальше и работает врач. То есть он решает, достаточно ему шаблона или нет. Если недостаточно, он всегда может внести в него какие-то коррективы и уточнения. Текстовый формат позволяет проверять каждый ответ. И делать это можно в разные временные промежутки, но каждый ответ врача подвергается проверке, оценке и коррекции в случае необходимости. Ну, а также все сведения, которые в текстовом формате заносятся в систему, позволяют формировать по-новому, скажем так, историю болезни. И это превращается уже из документа, который ведет врач, в котором он структурированно записывает то, что он там увидел, превращается в такую как бы цепочку сохраненной информации прямо в том виде, в котором больной ее представил. И это, конечно, ложится в том числе и в основу дальнейших каких-то способов использования этих документов. В частности, естественно, бывают и конфликтные ситуации. Мы организовали сейчас у себя такие конфликтные комиссии, на которых мы разбираем случаи, когда, ну, например, там больной требует возврата, говорит, что вы там все плохо делали, все неправильно, поэтому я выздоровел вопреки, такая есть как бы тема. То здесь как раз вы всегда можете обратиться к записанному каждому шагу, который у нас был. Ну и, конечно, математика здесь добавляет очень много интересных моментов в принятии решений. Ну вот один из недавних случаев обращается больной с, ну, совершенно такой симптоматикой, которая, конечно, она бывает при ковиде, но такая с натяжечкой, что называется, и мы как-то сомневаемся, есть ковид, нет ковида, думаем, обсуждаем, но система при этом пишет высокую вероятность, хотя ничего там такого особенного не было. Но система, в отличие от нас, она считает же это все математически и сравнивает различные показатели в различных группах, и вот что-то там в математике повернулось именно в сторону ковида больше, чем в сторону каких-либо других возможных респираторных заболеваний. Ну, обсуждали, дискутировали, решили идти по линии ковида. Действительно, два дня через... А, ПЦ при этом отрицательный. Два дня, через два дня уже разворачивается картина, ого-го, уже ПЦР положительный, уже все, по полной программе поехали. Вот, но мы, как бы, больного определили еще на более ранних этапах, благодаря именно математике, да, то есть здесь тоже появляются дополнительно интересные инструменты. И, конечно, самая страшная во всей этой истории – это вопрос легальности таких консультаций. Сегодня у нас избыточные нормативные требования ограничивают возможности проведения дистанционных консультаций катастрофически. Делают их практически невозможными. Для авторизации пользователей нужно регистрироваться через госуслуги. Для того, чтобы получить доступ к госуслугам, у вас должны быть супер-пупер системы безопасности, сертифицированные, лицензированные, проверенные, с кучей получения всяких разрешений. И получается, что просто для того, чтобы начать консультировать, вам нужно провернуть какой-то огромный ворох бюрократической работы, которая, кстати говоря, довольно затратная еще плюс ко всему. И это делает телемедицинские консультации недоступными для большого числа медицинских организаций. Ну а дальше мы переходим к практическим вопросам. Невозможность установки даже первичного диагноза лишает вообще консультацию ценностей. А зачем тогда больному обращаться к врачу дистанционно? Просто не сказать, доктор, у меня то-то, то-то, то-то. Надо ли мне к вам идти? Надо, приходи. И это все, что врач может сказать, получается, дистанционно, официально. Невозможность дистанционно назначать исследование или терапию. Вообще дурацкая формулировка. У нас в законе прописано, что он может составить план обследования. Но план обследования и назначение конкретного метода исследования – это не одно и то же. А назначение дать дистанционно получается нельзя. И терапию дистанционно нельзя назначить. Тогда вообще теряется какой-либо смысл таких консультаций. Что обсуждать с врачом дистанционно? Погоду? Ну, разве что погоду. Что делать? И здесь на выручку приходит национальная база медицинских знаний. Это общественная организация, которая, так же, как и мы сегодня, собирает медиков и айтишников, работающих в сфере медицины, для решения каких-то глобальных задач развития дистанционной медицины, цифровых технологий, цифровых инструментов и так далее. И вот эта команда проработала такой мощный проект, как экспериментальные правовые режимы. Не знаю, слышали вы про это или нет, но вкратце расскажу, что экспериментальный правовой режим работает следующим образом. У нас есть закон, который ограничивает возможность дистанционной постановки диагноза. Там прямо написано – нельзя. А мы считаем, что можно. Но чтобы изменить законодательство, это получается очень сложная конструкция, поэтому делаем некую упрощенную песочницу и говорим, что в рамках вот этого маленького периметра, в рамках вот этой географии и вот этой компании мы просим разрешить нам отступить от того пункта закона и делать по-другому, делать по-своему. И у вас появляется такой экспериментальный правовой режим, то есть некие поправки в законы, которые действуют только на одну организацию. И это может позволить пропилотировать, попробовать работать в условиях измененного закона и оценить, как это вообще сказалось, как это повлияло и как это работает. Проведена огромная работа и подготовлены разные документы. Ну вот как должен такой процесс выглядеть. Компания формирует заявку, эта заявка рассматривается уполномоченным ФАИВом, дальше она проходит оценку в других отраслевых участниках этого проекта и передается в правительство, которое уже постановлением правительства утверждает экспериментальную такую программу. Дальше отслеживается ее работа, ее результативность, ну и на основании такого эксперимента уже принимается решение о корректировке имеющихся законов. Специально перед своим докладом зашел на сайт экспериментальных правовых режимов и проверил в реестре, а есть ли чего. Ни одного постановления правительства я не нашел. Ни одного. Большое количество заявок, много действительно. Некоторое, большинство, отсекаются на первом же этапе, на предварительном отсеве. Много проектов, которые проходят на следующий этап. Но дошедшего до конца я не нашел. В частности, мы приняли участие в обсуждении одного из проектов, такого экспериментально-правового режима, который предполагал разрешить дистанционную установку первичного диагноза, дистанционное назначение лечения и так далее. И Минздрав дал на этот эксперимент отрицательную рецензию. На совещании, когда мы обсуждали, начался разговор о том, что надо же пощупать больного, надо же послушать больного. Мы же дистанционно не можем послушать. А то, что в ковидариях, в СИЗах никто никого не аускультирует, это не смущает. Это нормально. С ковидом можно. А вот дистанционно нельзя. Ну и заключение само было потрясающее, что оказание медицинской помощи с применением телемедицинской технологии осуществляется исключительно в соответствии с лицензионными требованиями и соблюдением порядков оказания медицинской помощи. А с учетом этого, исключение применения в рамках экспериментально-правового режима положения отдельных актов, ну никак не обеспечит вам возможность улучшить качество медицинской помощи. Или как-то обеспечить доступность тех больных. То есть логика в том, что мы не можем отменять действия вот этих законов, потому что тогда это будет нарушать действия этих законов. Ну, это какая-то просто дурость. На самом деле я понимаю, чего боится в данном случае Минздрав, потому что как только мы открываем возможность дистанционных консультаций, мы тут же превращаем медицину в того самого голого короля. Тут же начинается очень быстро сравнение, это у разных экспертов. Понимаете, люди из регионов начнут консультироваться в московских организациях и получать заключение, что у вас там все неправильно. И начнется хаос, и начнется бардак. И, конечно, видимо, этого очень сильно боятся. Поэтому доступность таких технологий ограничена. Поэтому приходится выкручиваться и говорить о том, что мы можем дистанционно оказывать информационную поддержку больных, не можем ставить диагнозы и назначать лечение. Но, с другой стороны, цифровые технологии внедряются в медицину. Между тем, что называется. И один из интересных примеров мне рассказал академик Ройберг про Иваново. Там работает наш московский проект искусственного интеллекта по оценке изображений КТ. В том числе для определения степени поражения легких при ковиде. На всю Ивановскую область было три специалиста лочевых диагностей, которые с этими КТ работали. Один заболел, другой уехал в Москву на заработки. А третий быстро выгорел и сказал, что надоел все и ушел. И так получилось, что на всю область оценивать это все стало некому. А программа была. И тогда руководство региона приняло решение делать автоматизированную оценку снимков искусственным интеллектом и без подписи, без официального заверения этих заключений просто передавать эту информацию врачам, чтобы врачи уже дальше на местах решали, что с этим делать. И понятно, что формально заключения врача по КТ не было. Но КТ было выполнено, заключение с помощью искусственного интеллекта было сделано. И, ну, в общем, на какой-то момент искусственный интеллект действительно позволил заменить отсутствующего специалиста. Это ли не чудо техники, как говорится? Параллельно с этим и телемедицинские консультации, несмотря на всю сложную регуляторику, как-то постепенно двигаются. Крупные компании с огромными бюджетами позволяют себе организовать такие дистанционные консультации, в частности на Сахалине, а сейчас уже во многих других регионах. Начали организовывать бесплатные телемедицинские консультации, в том числе за счет ОМС. Но здесь возникает такой момент. С одной стороны, это компенсирует дефицит кадров. Мы обеспечиваем тех же узких специалистов там, где их никогда и не было. Ну, попробуйте загнать узкого специалиста в деревню. Да не поедет он. Он профессионал, он будет работать там, где высокие зарплаты, хороший оборудование и большой поток пациентов. А с применением дистанционных технологий вы делаете для этой деревни доступными таких специалистов. Иным способом. Но вместе с этим появляется тема перераспределения финансирования. То, чего боятся очень многие руководители региональных Минздравов. Как только вы начинаете оказывать дистанционные консультации в другом регионе, у вас появляется межбюджетное отношение, у вас появляется необходимость оплачивать эти консультации каким-то образом. И получается, что регион начинает терять то финансирование, которое ему было выделено. И эти деньги не доходят до тех медицинских организаций, которым они предназначались. И это тоже один из барьеров, который на этом пути стоит. В общем, из моего сумбурного доклада я бы хотел вас привести к одному достаточно простому выводу. Дистанционные технологии уже довольно прочно закрепились в нашей повседневной жизни. Особенно медицинские технологии. Но при этом продолжает сохраняться большое сопротивление. И сопротивление это идет на многих уровнях. И на уровнях врачей мы часто не можем до конца договориться, что можно дистанционно делать, а что нельзя. Все эти вопросы не обсуждаются в медицинском сообществе. Они обсуждаются на уровне заинтересованных людей, которые ажиотированы этой темой, развиваются, которые идейно ее развивают. Но вот именно медики как-то немножко открещиваются от этой темы. И вот мне хочется все-таки призвать вас к обсуждению этого. И я надеюсь, что мы вновь создаваемую секцию, сделаем интересной площадкой для такого вот проработки всех этих вопросов и более глубокого медицински осознанного обсуждения. Спасибо. Я смотрю, что за время моего доклада тут накидали огромное количество текстов. Попробую с ними разобраться. Это Андрей Алмазов. Пункт 2. Для этого больной должен быть образован и иметь определенный интеллектуальный уровень. А это, увы, в более чем 50% случаев невозможно. Больной будет метаться и перекладывать ответственность за себя на кого угодно. Пункт 3 тоже сомнительный. Ну, тут надо возвращаться к какому конкретно моменту. Это вопрос, сомнений не было. Ну, то, что больной будет метаться, это правда. Интеллектуальный уровень, согласен, есть такая проблема. И недавно где-то мне попадался документ, где как раз был проведен анализ уровня образования населения, да, и даже среди там отдельных категорий, там, руководителей организаций, еще кого-то. Ну, давайте обсуждать. Действительно, возможно, есть какие-то слои населения, которые по какому-то интеллектуальному уровню можно отнести к незащищенным слоям населения. А как мы будем их определять? Мы будем перед консультацией давать IQ-тест? Так себе решение. Тоже не очень понятно. Нет, мне кажется, что здесь все-таки не нужно относиться к населению как к безмозглому скоту. Я думаю, что все-таки нужно выстраивать больше доверительных и таких ответственно осознанных отношений. И дальше, пожалуйста, больному же никто не мешает. Если он действительно плохо в чем-то разбирается, то он приходит к своему врачу в своей поликлинике и не особо заморачиваясь удовлетворяется его консультациям. Это же не отменяет ничего. Принцип субсидиарности очень похож на принцип информированного согласия. Решение по лечению принимает пациент, а дело врача максимальное информирование и предложение вариантов. Так выглядит принцип субсидиарности. Ключевое решение принимает пациент. Ну, в принципе, по сегодняшним условиям решение за больным. Но врач несет ответственность за те рекомендации, которые он дал. То есть он может конкретно сказать, что я считаю, что вам нужно применять такой-то препарат. Он может выдать рецепт, он может его прописать, назначить, пожалуйста, как угодно. Решение о приеме препарата принимается больным. Но если больной следует этому решению прямо, то врач несет ответственность за то, что он ему предложил. То есть это не полное освобождение врача от ответственности. Скорее модель как с адвокатом. Здесь есть проблема. Клиент адвоката, как правило, абсолютно вменяем. А пациент ведь не всегда может быть в состоянии, когда решение оптимальное. Например, это начало заболевания, когда человек испуган и на время не готов к принятию действительно оптимальных решений. Ну, это тоже вопрос правильный, потому что, особенно учитывая сегодняшнюю ситуацию с ковидом, больные оказываются очень взволнованы, тревожны. И это часто проявляется и в виде агрессии в том числе. И насколько он в данном случае адекватен к принятию решений, этот вопрос хороший. Надо думать, как в такой ситуации поступать. С одной стороны, все возможности за ним. С другой стороны, если он не в состоянии принимать решение, то либо он должен это кому-то доверить, либо, опять-таки, вызывая там скорую помощь, доверяться стационару. Но действительно какое-то здесь вырабатывать решение нужно. Андрей продолжает. Все хуже. Большинство людей не способны принимать адекватные решения в принципе. А часть из них не хотят этого, а хотят, чтобы за них отвечали начальство, президент, родители, дети, кто угодно. То есть мы имеем два разнонаправленных тренда. Первый – это девальвация сакральности знаний врача. Это не новая в истории, так уже было со многими специальностями. Девальвация либеральной идеи и ее изначальное назначение личности. Индивидуальной ответственности за себя. Субсидиарная модель предполагает ответственность пациента, а он не в состоянии или не хочет. Но начитавшись гугла, думает, что в состоянии давать советы врачу. Ну, это святое, безусловно. Ну, и врач, в свою очередь, часто пытается просто давить авторитетом вместо аргументации. Ну, так а что остается делать врачу в этом случае? Понимаете, врач-то сидит, врач не Википедия. Больной там начитался, больной собрал талмуд информации. У него что-то где-то закололо, он все узнал. А врач, слушайте, проходил это несколько лет назад где-нибудь на обучение. Или там статью читал. Тут ему приходит больной, что вам, думаете, сразу все выдаст? Ему тоже нужно почитать, ему тоже нужно освежить знания. Когда больной начинает на него наседать, то что больной, что врач в этой ситуации может сделать? Только защищаться, выпускать шипы. Да, иными словами, переход от патернализма к партнерским моделям взаимодействия еще не совершенен, и очень тормозится как недоговоренностью врачебной стороны отказаться от власти и авторитета патера, так и неготовностью пациентской стороны принимать и нести ответственность за себя. Это проблема, но лечить все равно надо. Скрещу пальцы на удачу пюро и субсидиарной модели. Спасибо, будем стараться. На инфраструктуру телемедицины в регионах просто нет денег. Так денег-то нет, почему? Потому что существующая нормативно-правовая регулирование превратила телемедицину в какую-то золотую карету. Ну, вот объективно, есть ЦРБ, они хотят завтра начать консультировать больных. Что им для этого нужно? Им нужно купить дорогущую информационную систему, им нужно обеспечить зашифрованные каналы связи, сертифицированные, проверенные. Им нужно нанять персонал, который будет отвечать за безопасность этих каналов связи, мониторинги, а так и так далее. И там целый вообще набор идет. Ну, на какие шишени все будут это делать? Ну, между тем мы с вами понимаем, что все консультации проходят, извините, вот в WhatsApp, без всяких шифровок. Просто взяли там, позвонили, написали, поговорили. Это же тоже консультации, они реально-то проходят, реально все общаются с врачами, хотим мы того или нет. У кого-то знакомые, кто-то где-то за деньги находит такие возможности. Ну, так если мы такие требования будем сохранять, то никуда это развиваться не будет, только в нелегальном поле. И, ну, как бы вопрос в том, что, может быть, надо все-таки как-то допустить это до рынка и вывести из тени. Но пока это так и будет все теневым рынком. Значит, вопрос от Вадима. «Математика вашего ИИ принципиально строится на математических алгоритмах, если используется самообучаемая нейросеть. Для нее важно иметь хорошую базу данных». Ну, смотрите, Вадим, значит, во-первых, любая нейросеть – это тоже математика. Так или иначе, у вас каждый нейрон имеет математический параметр, по которому он пересчитывается. Значит, здесь скорее вопрос идет о самообучении или человекообучении. Значит, изначально мы исходили из модели человекообучаемой системы. То есть для того, чтобы система отобразила диагноз, мы должны разрешить ей при определенных ситуациях этот диагноз показывать. Но чем больше данных мы собираем, тем как бы сомнительнее эта модель становится. И здесь мы используем такой параметр, как оценка вероятности. То есть да, мы системе разрешаем ставить диагнозы только по алгоритму, но внутри системы зашиты математические модели. Мы используем боецовский анализ, который нам позволяет вероятностно прогнозировать, анализировать заболевание, оценивая всю картину опроса больного в целом, а не сочетание каких-то конкретных параметров. И сейчас мы используем такой подход. Мы обучаем систему на этих параметрах, потом отслеживаем ее результативность. И если она нас устраивает, то мы как бы фиксируем это алгоритмами и выпускаем в работу. Таким образом мы периодически обновляем нашу систему. Ну, это большая работа, и нейросеть как таковую, то есть такое, что в системе мы заложили там здесь больных, вот здесь диагнозы, и она сама нашла связи, нет, такого у нас механизма не используется. Мы все-таки более жестко за ней следим. Это не нейросеть, а это боецовская сеть, это немножко другая модель. Но боецовская сеть тоже относится по классификатору к искусственным интеллектам. В деревнях все равно не смогут пользоваться дистанционной медициной, так как у многих жителей еще кнопочные телефоны или их нет вообще. Не везде есть интернет. А вот тут я поспорю, поскольку это прямо моя кандидатская диссертация, и я всю страну проехал в изучении этого вопроса в частности. Отвечаю. Первое. Жители деревень совсем не дураки, какими хочется представить. Они прекрасно умеют пользоваться технологиями. У нас лучший пример был, когда приезжала съемочная группа НТВ снимать передачу «Чудо техники» в одной из карельских деревень, где наша система работает. Там такая 70-летняя бабушка, у нее дом с рук, печь. Она из этой печи достает пирожки такие на подносе, приносит в съемочной группе. Они так с удивлением, но все-все-все, тот же вопрос, тут же никто не умеет пользоваться телефонами, какая-то телемедицина. Дальше бабушка открывает наш чемодан, достает оттуда айфон, его разблокирует, заходит в приложение, заходит в нужную функцию. Потом говорит, слушайте, я забыл, как клавиатуру открыть. А, говорит, вспомнила. И, значит, дальше консультирует свою соседку. Если вы человека обучите, они вполне неплохо обучаются. И это в их интересах. И говорить о том, что они просто интеллектные не вышли, чтобы этим всем пользоваться, это неправильно. Вышли. Все зависит от человека. Мы и в городе с вами можем найти людей, которые при относительно небольшом возрасте ходят с кнопочным телефоном и говорят, у меня нет ватсапа, я не умею. И что делать? Поэтому это не делится по принципу «деревня-город». Это исключительно зависит от человека. И второй момент, что мы все-таки в деревнях внедряем эту полномочную на домовое хозяйство. То есть мы выбираем в деревне того человека, который сможет с этим работать, а не просто абы кому. И проводим обучение. По поводу интернета. Значит, интернет есть во всех населенных пунктах. Где есть прописанные люди. У нас это был указ президента, поэтому интернет есть везде. Другой вопрос, какой он. Что есть хорошее покрытие, плохое покрытие. Он может в доме не ловить. Может быть, нужно подняться на второй этаж, в окно высунуться. Или куда-нибудь на пригорчик приподняться. Но это уже оттенки серого. Понимаете, это уже не черно-белая ситуация, что там нет интернета. Мы выстраивали свою программу таким образом, что даже в условиях самого низкого качества интернета у нас хватает соединения, чтобы передать данные. Опять-таки, мы отказались от видео и аудио передачи файлов. И работаем только с текстом. Это существенно сокращает пакет передач. Андрей Алмазов. Есть еще один барьер. Врачи не доверяют друг другу. А телемедицина будет требовать, когда один врач принимает решение на основе данных от другого врача. Например, смотрел пациент один, а лечащий удаленный. И пациент доверяет ему. Ну, вот вопрос доверия я как раз тоже озвучил уже перед этим, что государство может здесь очень сильно опасаться, что мы начнем, делая медицину столь доступной, порождать конфликты внутри самой системы. Андрей Павлович, спасибо за очень интересную лекцию. Тема дистанционной диагностики актуальна и имеет перспективы. Присколково, Центр инновационных технологий, был создан СДМ. На каком уровне, они в настоящее время, не знаю, но этот проект правительство поддерживало. Удачи вам. Спасибо. Вот Андрей Алмазов как раз вторит про деревню, что кнопочная, не кнопочная. Есть почта России, у которой вообще все почтальоны с планшетами ходят. Так что мы их тоже пытаемся нагружать. Но это очень большая махина, ее не так легко сдвинуть. Вадим дополняет, что кроме плоских 3D-голограмм, нынче уже существует реально 3D-купия, генерируемых в водяном паре. Осталось им только добавить сенсоры, и можно перемещаться в пространстве. Есть такая конструкция, действительно интересно все развивается. Посмотрим, как оно будет, потому что на самом деле мы обсуждаем, как построить голограмму в реальном мире. А может быть, в реальном-то и не надо ее строить. Вам нужно сделать объемный снимок человека, с нескольких точек камеры расставить. И это будет достаточно для того, чтобы переместить его в виртуальное пространство. А в виртуальном пространстве уже очки надели, общайтесь друг с другом как угодно. Это красивые картинки. Мы понимаем, что это платформа, которая будет. А вот как эту платформу мы с вами будем использовать, уже зависит от нас. Так же, как и Facebook. Ну, вроде просто социальная сеть подчатится, поболтает. А тем не менее, это огромный бизнес-инструмент, на котором люди зарабатывают огромные деньги. И это огромный бизнес для самой площадки. Поэтому виртуальные миры тоже пока выглядят пустоватыми, и не очень понятно, что с ними делать. А как оно повернется, посмотрим. Очень хороший проект, но пока только для избранных. Про какой проект вы здесь говорите? Про метавселенные, они действительно пока запускаются поэтапно. Если речь о нашем проекте, то почему для избранных? Мы как раз обеспечиваем доступность везде. Другое дело, что мы в данном случае частная структура, у нас нет никакого источника финансирования стабильного, поэтому мы работаем за счет самих больных. И это является определенным ограничительным фактором. Но, к сожалению, как решить этот вопрос, пока мы не очень представляем. Но пытаемся, работаем в разных направлениях. Но, тем не менее, в частности, у нас в Твери организован постковидный центр, в котором работают по нашим наработкам. Сейчас мы сегодня проводили совещание с Витебском. Поэтому работы ведем и надеемся, что все-таки и в ОМС тоже какие-то наши подходы будут использоваться. Спасибо огромное. Слушая вас, получаешь огромную психологическую поддержку. Ничего себе. Обычно все, кому я начинаю заливать истории про всякие метавселенные и сегрегацию общества, информационная открытость, наверное, наоборот, грустить начинают. Вадим продолжает, что нейросеть, конечно, создается на основе математики, но это принципиально не алгоритм, и она бурно-бурно завоевывает разные пространства, использующие искусственный интеллект. Ну, еще раз, это вопрос технологий. То есть, Бойесовская сеть – это тоже инструментарий, который пересчитывает имеющиеся типизированные данные. Только тут разница в том, что в нейросеть вы можете засунуть, например, картинку и заставить ее определять характер каждого пикселя. Мы работаем с собственными данными, то есть симптом-чекер, который позволяет собрать ответы на вопросы, позволяет нам работать именно с этими вопросами, с каждым симптомом, а не с неким рукописным текстом или ручкой написанным, который нам нужно расшифровать. Мы только на расшифровке текста потеряем большую часть вероятности. Спасибо большое за начало разработки проекта. Считаю, что дистанционные технологии не исключают классических навыков в медицине, а могут дополнять друг друга. Вот ключевая тема. Именно в этом направлении нужно двигаться. Но дистанционные технологии – это инструмент в руках, в нашем случае, врача. Нужно, чтобы этот инструмент сохранялся именно как инструмент. Всегда здесь тонкая грань, чтобы это все не перешло взамен. Но посмотрим, как это все будет развиваться. Спасибо большое. Спасибо, кто дотерпел до... Ох, ничего себе, сколько людей до конца дотерпело за сегодняшнее участие. Я надеюсь, что все-таки мы сделали это заседание интересным. Приходите на следующие наши вебинары. Также информацию будете получать в рассылке по электронной почте. Мы сейчас и там обновили наши алгоритмы. Там тоже теперь все будет работать краше, стабильнее и интереснее. И мы будем больше знать про вас, когда читаете, как читаете, на какие ссылки кликаете и так далее. До новых встреч. Спасибо.